Благословенный день Я всегда в конце, ну, как бы последний читаю в субботу, так очень часто бывает, но я должен признаться, братья и сестры, что это давно я вот так чувствую, что вот субботний день подходит к концу, и я не знаю, как у кого, как это все происходит, но мне всегда немножко грустно. Я еще помню в Украине, в Таджикистане, когда заходит солнце, ну, так грустно становится, что день кончается. Вот этот благословенный, вы знаете, есть что-то, что-то благодатное в этом дне, но это может только понять тот, кто принял эту заповедь в свое сердце. Он только, только он может понять, вот, какая-то грусть. Я не говорю о том, что завтра работать надо, ну, я из породы трудоголиков, да, мне это не, ну, я не переживаю за это, что работать надо. Я переживаю за то, что день как-то быстро, субботний прошел, очень быстро проходит, и много пищи, братья и сестры, и утром читалось, и сейчас очень, можно сказать, я бы сказал, тяжелая информация. Я сидел, размышлял, тяжело, брат говорил, это надо переварить, понять все это. А Слово Божье, я понимаю, это истина. За все тысячелетия оно осталось неприкосновенно, как бы враг ни старался. Поэтому пусть Бог поможет понять все это. Но вот эти служения, вы знаете, кто сегодня вел служение? Дима Садыков, он там вот сидит на первом ряду и не хочет садиться туда. Братья и сестры, у меня тема будет о служителях. Потому что я смотрю, приближается вот это время, вот, объявляли же, я не помню, даты, уже близко будет, когда мы будем ставить служителей в церкви. А кто они, эти братья? Они среди нас. Они среди нас. Они не пришли откуда-то. Они вот родились здесь, они ходят с нами. И мы многих очень хорошо знаем. Вы знаете, они готовы идти на труд. А мы должны их поддержать. Мы должны... Мы вообще рассуждать будем, мы рассуждаем о способностях, о достоинстве каждого служителя. Мы это любим делать, братья и сестры. Но церковь, она молится, чтобы Бог, господин жатвы, постал делать или на жатву свою. Но это очень серьезное дело, потому что нивы побелели. Как мы слышали в проповедях, побелели нивы. И вот чтобы было служение, как брат Давид сегодня говорил, на основании, чтобы эти основания не были разрушены, нужны служители, нужны опытные служители, которые могут бы вести народ свой, не уклоняясь ни налево, ни направо. Потому что, как и мы слышали, возникает в христианстве среди верующих много разных идей. И, казалось бы, довольно хорошие идеи. И находятся люди, которые продвигают эти идеи. Но, в конце концов, оказывается, что эта идея никуда не привела. Это тоже есть такая опасность, братья и сестры. Я буду, в общем-то, краток. Это мои размышления. Мы люди несовершенные. Мы это все прекрасно знаем. И, когда ставим служителей, то в служении этих служителей бывает, может быть, успех, а может быть, не успех. То есть, как Павел говорит в первом послании к коринфянам, что потерпит урон. Такое может быть. Вы знаете, когда апостолу Иоанну было показано, когда он был на острове Патмос, было показано, как Господь ревнует о Своей Церкви. Как Господь ревнует. Я вот так, коротко, вот так пробегая, не называя эти церкви, вы прекрасно их знаете, как он обращается к ним и говорит, что он говорит, так держащий, если это вторая глава Откровения, так говорит, держащий семь звезд, десница своей, ходящий посреди золотых светильников. Мы знаем, что эти звезды – это ангелы этих церквей, то есть служителя, а золотые светильники – это и сами церква. И Бог ходит вокруг этих золотых светильников, Господь и держит в руке этих людей, этих ангелов, держит семь звезд десницы своей. Смотрите, что Он говорит. «Знаю твои дела». В каждом случае Он говорит, что «Я все о тебе знаю, я знаю твои дела, знаю твои скорби, любовь твою, служение, веру, терпение твое, я все знаю». Другим говорит, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Другим обличение строгое идет. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И говорит, обращаясь к другой церкви, Он говорит, ты не холоден, не горяч, ты несчастен, ты жалок, нищ, слеп и наг. Вот такие вот определения. Но Господь, обращаясь, видя вот эти все дела в церквах, Он говорит, одновременно говорит, кого я люблю, вот этих, Он говорит, я люблю вас. покайтесь. Покайтесь. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. И слово обличение, как и слово укрепление и утешение там звучит, обращение к этим всеми церквам, это образы, это символы всех церквей, которые находятся на этой планете Земля в разных местах до сего времени. Идет слово обличение от Господа, слово укрепление, слово утешение. Оно звучит и сейчас, оставил первую любовь свою. К нам это не относится? Каждый проверяет свое сердце. Покайся. У тебя есть учение Николаитов, которые я ненавижу. Покайся. Позволяешь жене из-за вели вводить в заблуждение рабов моих. И там написано, есть идоложертвенное, любодействовать. Ты позволяешь, ты служитель, но ты это делаешь, ты позволяешь. Покайся. Другим говорит он, не буду называть, другая церковь, он говорит, что я сохраню тебя в годину искушения, которая грядет на всю вселенную. Сохраню. Ну почему? Да потому что ты сохранил слово терпения моего. Ты сохранил слово мое. И я тебя сохраню. Кого люблю, Христос повторяет, тех обличаю и даже наказываю. Братья и сестры, даже в том случае, вот в этих очень таких тяжелых грехах были замечены, были замечены, или Господь видел, свет проник, и Господь говорит, я тебя люблю, ты покайся, покайся. И дальше заканчивается, я стою, в двери стучу. Кто отворит дверь, вот даже вот эти мертвые, мертвые, он говорит, покайся, я стою, я стучу, я жду, кто откроет дверь, я приду и даже буду вечерить с ним, не просто я приду, буду тебя убеждать, буду тебя наставлять на путь истины, я с тобой вечерить буду. Знаете, что такое вечерить? Попростому чай пить, сидеть и беседовать в общении. И не только я, Христос говорит, и Отец в другом месте. Да поможет нам Бог понять вот эту великую, даже нам, человекам, даже непонятную любовь к Христову превыше нашего разумения, потому что по нашему человеческому разумению надо хорошо, как говорится, его так, извините, отделать, чтобы он уже точно покаялся. Но вы знаете, я что заметил, в Библии написано, когда Господь обращается к какому-то грешнику, ну, как бы он видит недостаток, то он говорит сначала, что у него доброго есть. Вот смотрите, давайте вспомним имя забыл, который дочь свою, Ифай, да, Ифай. Знаете, как Библия говорит про Ифая? Ифай был человек храбрый, но он был сын блудницы. То есть в Священном Писании Бог, обращаясь, Он не говорит, ты сын блудницы, ну, у тебя есть хорошие качества. Нет, наоборот, у тебя есть что-то хорошее. Вот смотрите, обращение к церквам, у тебя есть что-то хорошее, но имею немного против тебя. Другому говорит, имею больше против тебя, покайся, твори прежние дела. Я остановился очень много на этом месте, братья и сестры, потому что нужны служителя. Я хотел говорить об этом. Есть проблемы в церквах. Вы знаете, вот меня удивило, вот смотрите, тот, кто становится на служение, бывают проблемы иногда. Знаете, какие проблемы? Одна из проблем диатреф. Помните диатрефа? Третье послание Иоанна, это 9-10-11 стих. Третье послание Иоанна. Там Павел, то есть Иоанн говорит, что ваш служитель, он себя так ведет, он запрещает, не принимает, изгоняет из церкви, изгоняет из церкви, братья и сестры. Вот такой служитель. А вы знаете, это не новое. Если мы посмотрим, меня очень удивило, я думаю, вас тоже удивит, мы как-то нечасто это повторяем. Вот первый царь Израиля, Саул, но он тоже руководитель народа Божьего получается, да? А давайте посмотрим в первом, первое царство, 15-я глава, я буду читать с 10-го стиха. Что там случилось? Вот смотрите, И было слово Господа к Саулу такое, жалею, что я поставил Саула царем, ибо он отвратился от меня, и слово моего не исполнил. И опечалился Самуил, а Самуил и взыскал, и взывал Господу целую ночь. И вот 12-й стих. Что-то интересное вы там заметили, братья и сестры? Наверное, заметили. И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил, накормил и там поставил себе памятник. Саул ходил, накормил и поставил там себе памятник. Братья и сестры, что это напоминает? А давайте вернемся в церква. Сколько церквей называется по имени служителя. И даже мы называем церковь Ивана, например, да? Есть такое? Памятник поставили себе? Я Павла, да? Я Аполосов, а я Кифин обличал. А кто говорит Павел? Я насадил, Аполос поливал. А что делал Господь? Он взращивал. Мы посадили, поливали, а толку какого, если расти не будет? Значит, есть еще одна проблема. Вот это первенствовать. Это ставить себе памятники, прославлять свое имя. Давайте вот, я так думал для рассуждения, давайте так коротко, какой должен быть служитель. Во-первых, он должен любить Бога, правда? Это первое. Первое наибольшая заповедь. У Иисуса спросили, какая наибольшая заповедь? Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, разумением, всем, всем, всем возлюби. И второе подобное ей, возлюби ближнего, как самого себя. Значит, естественно, служитель должен любить Бога. у него должен быть страх Божий, ведение от Бога. Он должен любить очень, это очень выделяться своей любовью к Богу, потому что он на виду. Он должен любить ближнего. Я должен тут добавить, он должен иметь сердце Отца. Что значит любить ближнего? Вот он служитель, у него паства, разная паства, слабые, сильные, а он как сердце Отца, знаете, да, Отец, как настоящий Отец? Я прочитаю эти места, я пока коротко говорю. Он будет действовать по-другому, если у него сердце Отца есть. Сегодня читалось, брат Давид говорил, он должен иметь здравое учение, то есть иметь основание. Это обязательно, это необходимо, любить Бога, любить ближнего, иметь здравое учение. И последнее, у него должны быть способности к этому. Братья, сёстры, способности лидера, как современным языком говорит. человек, человек, который не способен вести народ, он не способен просто, вы понимаете, да, что будет? Его постоянно толкать надо. А ещё получается такое определение, ещё ленивый раб есть, Христос говорил, то есть, ну, поставили, но он не способен, да и делать не хочет ничего. На это надо обратить очень большое внимание, он должен быть ревностный. А теперь давайте, чтобы быстро нам пробежаться по этому, посмотреть. Это всё написано в послании, я возьму, например, послание Титу. Послание Титу, это очень коротко, ясно написано определение служителя. Смотрите, для того я поставил тебя в Крите, то есть, Титу, чтобы ты довершил незаконченно и поставил по всем городам просветеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, то есть, имел, женился один раз, будем так говорить, да, второй раз не женился, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, сегодня напоминалось про вино, не биться, то есть, драчун, по-простому, да, это удивительно, не коростолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставить в здравом учении и противящихся обличать. Смотрите, все здесь заложено, братья и сестры, он должен быть, любить, он должен любить Бога, он должен иметь страх Божий, смотрите, не порочный, не порочен, как Божий домостроитель. А Павел говорит, кто строит, я положил основание, которое Христос, а кто-то строит из золота и так далее, кто-то из соломы строит, из дерева, кто из чего строит, это Божий домостроитель, служителя. И теперь к ближнему дерзкий, гневливый, пьяница, бийца, коростолюбец, это минус, отрицательные свойства, положительные к ближнему, странолюбив, то есть принимает странников, любящий добро, целомудрый, справедлив, благочестив, воздержанный. Это его качество, качество, которое Бог его наделяет, если он любит его, исполняет его волю. И вот я говорил об этом, истинное, держащееся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен наставлять в здравом учении противящийся обличать. Это говорится о том, что у него должна быть способность, способность наставить здравом учении и даже обличить. То есть он не должен быть, говорят, тряпка или как, ну не знаю, какое слово, то есть он и тем, и этим. Нет, у него должно быть здравое учение, твёрдое основание и способность и способность обличать. Одновременно имея сердце отца, то есть видя, кому-то с рассмотрением, кого-то страхом спасайте, да, написано, истаргай из огня как головню, но спасайте. Кому-то будьте, как бы, с рассмотрением подходите, осторожно подходите, к разному найди подход. Если отцы, у вас там дети, допустим, у кого сколько, вы же каждому находите подход, вы их всех любите, у вас они все одинаковые, и подход находите, вот такому непослушному нашли подход, послушному, и всё, чтобы он не возгордился, и вот служитель, он должен вот эти качества иметь. Братья и сёстры, я много записал, но я очень тороплюсь, знаете, давайте рассмотрим способности. Я так беседовал, спрашивал, ну вот служитель должен иметь способности, заранее способности, или он по ходу служения своего он научится всему? Вот так рассуждая Моисей, Иремия, Пётр, Павел, Даниил, Давид, и так далее, и тому подобное, все служителя, если мы начинаем их изучать, у них у всех были какие-то способности к этому. Вот смотрите, если откроют Деяние 7 глава 22 стих, Деяние 7 глава 22 стих, да, смотрите, Моисей, и научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Способный человек, готовый, братья и сёстры. И другое место написано, что он, вот давайте сейчас я, так, 7, я сейчас дальше просто я, очень интересно про Моисея написано, смотрите, это 35 стих, «Сего Моисея, которого они отвергли, сказал, кто тебя поставил начальником и судьей? Всего Бог, через ангела, явившегося ему в терновом кусте, поставил начальником и избавителем». Вот, они его отвергли, и говорят дерзкие слова, «Кто тебя поставил начальником?» Но он был силен в словах и в делах. Это был готовый лидер. Они его отвергли, и даже, можно сказать, оскорбили его. Но Бог вернул и поставил его начальником и избавителем. Иеремия, будем вспоминать так, он говорит, «Я молод, я не могу», а Бог говорит ему, «Пойдешь и все будешь говорить». Вот, знаете, другие, допустим, Петр, да? Петр, очень интересная личность была, Петр. У него были способности, способности идти вперед. И Христос сказал, «Ты, Петр, это Матфея, 16 глава, 16 и 19 стихи. Матфея, 16 глава, 16 стих. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога живого». То он засвидетельствовал истину. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти крови открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Ему уже открывались истины. Следующий стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть, Петр, он был готов на это лидерство, хотя и упал однажды, братья и сестры. Вы знаете, также Даниил, муж желаний, вы сами знаете. А смотрите, Давид, Давид в юном возрасте пришел на то поле, где Израиль стоял перед Голиафом или Голиаф перед Израилем. Он посмотрел, он еще юноша. Но смотрите, какие способности у него были. Он подходит и говорит людям, царю говорит, пусть никто не падает духом. Какие серьезные слова говорит этот юноша. пусть никто не падает духом. Тысячи воинов там стоят. Я пойду и сражусь с ним. Ну, примерно вот так он сказал, да? Какое лидерство же это? Это же способность. Он же на Бога уповал. Это, я говорю, лидеры, которые от Бога. Потому что Петру Бог открыл. Как мы сейчас слышали, это, говорит, не плоти крови. Это не ты придумал. Он говорит, сам отец тебе сейчас открыл это, что Христос есть Сын Бога Живого. Уже Бог начал через него действовать. Знаете, я усматриваю вот в этом сюжете постановку служителя на конкретно Петра. Смотрите, это последняя голова 21, первая, и 15-й стих. Это Евангелие Иоанна. Евангелие Иоанна. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Иоанин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Ставит на служение его. Еще говорит ему другой раз, Симон Иоанин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Иоанин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Смотрите, можно смотреть как бы покаяние Петра, очищение, а можно здесь увидеть, что ты любишь меня, а Христос-то знал все, и Петр говорит, ты же знаешь, что я люблю тебя, а вот теперь ты паси овец моих. Три раза сказал. Поэтому на первом месте служитель должен любить Бога. Бога. На первом месте. И тогда Господь ему доверяет, вот как Петру, любишь меня, паси. Три раза сказал. Паси овец. То есть будь служителем. Види церковь дальше. Я вот усматриваю, я как читал и понял, да это же постановление на служение Петра. Да поможет нам Бог. И вот я... В принципе, можно много мест, уже достаточно мысль выражена. А теперь, смотрите, мы все говорим, служителя, служителя, а мы сами, простые члены церкви, разве мы не должны иметь этих качеств, любить Бога, любить ближнего, разве мы не должны исповедовать здравое учение Господа нашего Иисуса Христа, как сейчас брат говорил, что есть смешение. И, кстати, Петр в своем послании втором, он так и говорил эту мысль. Он говорит, есть в посланиях Павла что-то неудоверазумительное, что невежды и неутвержденные, они искажают это все к собственной своей погибели. Это та же самая мысль, братья и сестры. То есть, Слово Божие, можно повернуть так, можно так, под свою угоду, да? Но надо просить, как мы сейчас слышали, откровение от Бога, чтобы сам Бог объяснил вот это место. Но мы не хотим этого делать, то есть не мы, а люди, кто-то, да? Не будем это говорить, но кто-то не хочет это делать. Кто-то не хочет просить откровение у Бога, помолиться, Господи, я не понимаю это место. Прости меня, ну, помоги, открой. Я хочу узнать истину, братья и сестры. Но, четвертое, о способностях. Я буду заканчивать, братья и сестры. У нас, у нас может не быть, у нас вот сидящих здесь или где, в церкви, да? У нас может быть и не быть способность вот этой, быть лидером. Ничего в этом страшного нет, люди разные. Выделяются люди, которые способны вести народ. А некоторые, ну, нету лидерства. Это, это может и не быть этого. Но у нас много других способностей, братья и сестры, которые Бог хочет видеть нас для созидания тела Христова. Вы знаете, я вот, наверное, римлянам, римлянам 12 глава, вы все ее прекрасно знаете. вот она к нам обращается, да? Всем, всем к нам и всем, кто... Служителей надо ставить. Церковь должна возрастать. Нам нужны служителя, братья и сестры. Брата один, Давид, я смотрю, как он трудится. Как он трудится? Ну, мы должны иметь сострадание, просто, ну, трудись, трудись. Поддержка нужна. Нужны люди, которые, как Моисею, держали руки, да? Вот нужны эти люди, нужны способные люди. Смотрите, я буду заканчивать. Вот Павел объясняет так. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. И вот он объясняет Церковь. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальству и с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прикрепляйтесь к добру. Братья и сёстры, вот у каждого служения, кто чем занимается, у кого какие способности. И каждый из нас должен хоть однажды в жизни встать на колени и просто искренне вызвать Господу, Господи, на что я способен, какое у меня дело в церкви. Хоть однажды в жизни мы вставали, просили конкретно Бога, какой у меня дар вообще, если я его не чувствую, что я должен делать в церкви. А в церкви надо что-то делать, потому что это тело, и каждый должно, как написано, взаимно скрепляющиеся связи, вот это тело. Оно возрастает в любви. Да поможет нам Бог, братья и сёстры. Может, немножко так, я торопился сумбурно, но я так для себя понял. Вот будем выбирать слушателей. Смотрите, прежде всего, он любит Бога или нет, или себя любит, как тот диатреф. У него жестокое сердце, или сердце отца. Вы знаете, можно так побить людей, буквально словом из Библии, да, вот отсюда, что они не поднимутся. А надо людей спасти. Каким путём Бог даст мудрости? Даже совершенно необычным путём. Прийти к нему, беседовать, не знаю. Бог даст мудрости, как подход к человеку найти. Для чего? Чтобы его спасти. Сердце отца. Здравое у тебя учение, или как брат Тимофей, брат Давид говорили сегодня, у тебя здравое учение. у него, вернее, у этого человека, он здраво мыслит, потому что, знаете, бывали случаи, что чуть не выбрали служителя, который бы увёл церковь в совсем другую сторону. У него здравое учение. Способности есть у него быть лидером. Вот я лично сам себе всегда вот буду задавать эти вопросы, проверять себя, других проверять, или, ну, мнение своё сказать, да поможет нам Бог. Приближается это время, и наши братья, мы всех любим, они с нами, я как говорил, что они выросли и живут между нами, и чтобы Бог дал им силы, эти способности, они всё от Бога, братья и сёстры. Давайте будем молиться за это дело, оно приближается уже. Да поможет нам Бог. Слоним наши колени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин